Добрый вечер, Гомель. Продолжается прекрасный вечер вторника. На календаре заканчивается замечательный день, 29 мая. Друзья, до лета осталось совсем-совсем чуть-чуть. Ну и, конечно же, настроение, уверенно, у всех такое же прекрасное и замечательное. Ну, а этот прекрасный летний... Я, наверное, не ошибся, что сказал летний, до лета же осталось совсем чуть-чуть. Так вот, этот прекрасный теплый вечер открывает несравненное, а очаровательное. Приготовьте ваши ладоши и встречайте его бурными аплодисментами. Ирен Рейн, ваши аплодисменты, друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ И снова ты смотрел в мои глаза, искал ответы, боль и раны, боль и раны. Я обнимала, не спеша, тебя. Мое все тело в дрожь бросала, тебя мне мало. Ты за руку меня держал, молчал. Я слушала твое дыхание, твое дыхание. А ты мне пальцы согревал и ждал. Незаботлива, нетороплива, так мило. Мы не были заметны в темноте И не искали восхищенных взглядов Мы знали, что мы оба в этой теме Мы есть, мы чувствуем, мы рядом Мы не были заметны в темноте И не искали восхищенных взглядов Мы знали, что мы оба в этой теме Мы есть, мы чувствуем, мы рядом И эти двое не спеша Стояли и смотрели, еще не знали Что отыскав друг в друге часть себя Нашли и сразу потеряли, потеряли И снова расстояние на века И вновь молчание со слезами Что же с нами? Бываем так ранимы и иногда Бываем так горды с годами Но мы не знали, мы не были заметны в темноте И не искали восхищенных взглядов Мы знали, что мы оба в этой теме Мы есть, мы чувствуем, мы рядом Мы не были заметны в темноте И не искали восхищенных взглядов Мы знали, что мы оба в этой теме Мы есть, мы чувствуем, мы рядом Ирин Рейн, ваши аплодисменты Сегодня в студии доброго вечера Ирочка, здравствуй Дай я тебя, дорогая, красавица, обниму тебя Ты знаешь, не видел, ну, наверное, с презентации, как презентовали ваш диск Вот, собственно говоря, все по телефону, да, как-то это самое Эту песню, кстати, я не слышал, уверен, что большинство зрителей, слушателей тоже Рассказываешь, что с какой премьерой к нам на добрый вечер пожаловала? Ну, песня моя, новая песня, я записываю сольный альбом, наверное, уже закончила Надо посчитать количество песен, уже записаны Вот, и выпускать так же Друзья, певица, поэтесса, инстаблогер Искупайте, пожалуйста, вопрос нет А то опять обнял, приставить забыл Вот, и сделать такую же презентацию, возможно, на которой ты тоже присутствовал Но уже меня как сольной исполнительницы Вот, то эта песня тоже моя, и эта новая песня, мой текст Как бы, ну, естественно, музыка у нас вся Дэна Буфы Вот, и вот премьера Ну, ты знаешь, достаточно лирическая, романтическая получилась Ну, я же вся такая лирическая, романтическая Раньше была в музыкальном плане с хорошей стороны, но немножко жёстче Откуда в трех романах? Ну, это раньше был, может быть, дуэт по этому как-то Раньше было много миксов То есть сейчас тоже на некоторой песне Дэн делает так же мимиксы И они получаются достаточно такие танцевальные, клубные Также записала два кавера На самом деле сейчас это очень модно, оказывается, каверы перепевать Да, перепевать, да, так что, если ты услышишь Две ладошки и нежные кошки Помнишь, была такая Света Рерих, вот она пела Это я тоже перепела Музыку, естественно, мы изменили То есть, ну, уже более современный такой мотив И осень, группа лицея, если помнишь такую песню Тоже, ну, конечно Ну, там вообще сделали такую танцевальную-танцевальную Мы знаем и одну, и вторую композицию Знаешь, вот мы всем сдали свой, по большому-то счету, возраст Поддержите нас, аплодисменты Ну, я так понимаю, что примерная композиция Это, скажем так, как телеграмма, как маячок того, что ждать и твой сольный проект Да, альбом у меня также будет называться «Незаметных темнотей» И на эту песню, возможно, на эту, потому что сегодня немножко изменения произошли В выборах песни будет в августе сниматься клип «За границей» Ну, вот подожди, что ж ты в начале эфира стараешься все вот так вот Раз, так вот, как молодцы, деньки Ты мне говори, рассказывай, рассказывай, говори, говори Давно просто с тобой не виделись Вот поэтому и интересуют все подробности А то, скажу тебе честно, что я, как и остальные, ну, практически 4 тысячи твоих подписчиков в Инстаграм Я слежу за твоей судьбой, за твоей биографией через социальные сети Как все Как все, как все Я за твоей тоже слежу через социальные сети За мной Конечно Ну, ладно, хорошо Саша Лупиненко на велосипеде, Саша Лупиненко в аэропорту, Саша Лупиненко на море Как много, оказывается, я про себя не знаю Продолжай А, Саша Лупиненко нет с собачками Собачки есть? Да, с собачками, там, с котиками С котиками, да Вот, послушай, а сколько ли ты уже в соцсетях никогда не интересовалась этим вопросом? Ну, даже вот для себя посчитать Честно скажу, я только помню, когда я зарегистрировалась в Одноклассниках Это был 2010-й год То есть в Одноклассниках ты есть тоже? Да, я есть везде, наверное, но не всеми соцсетями пользуюсь Инстаграм как важная, ну, главная пользовательская площадка Вот, то есть в 2010-й год это был Одноклассники, так же и ВКонтакте В том же году примерно А вот Инстаграм, наверное, с его появления сразу То есть, ну, сначала не был для меня такой популярный, как и для многих А потом уже все, перешло туда полностью Ну, признаюсь честно, я, наверное, немножко лишнего про себя и расскажу Но я до сих пор не вник, как же все-таки до конца работают Инстаграм и тот же Фейсбук Там постоянно, как не зайдешь, очень много всяких каких-то новых кнопочек для меня И когда видишь красивые фотографии людей, с которыми общаешься, друзей, думаешь Господи, ты, боже мой, почему у них красиво? У меня некрасиво Ты вот всеми этими штучками умеешь уже пользоваться? Или... Ты имеешь... Нет, подожди, ты имеешь фотографию обрабатывать красиво и выкладывать или что? Ну, там что-то написать Да, да, конечно, конечно Ладно, эти аплодисменты твои Собственно говоря, друзья, тема сегодняшнего вечера Люди, живущие в сети Социальные сети с каждым днем набирают все большую и большую популярность И, конечно же, каждому, кто заводит свою страницу в соцсетях свой какой-то блог Поначалу становится очень-очень интересно Кто же заходил на его страницу, что смотрел, какие люди, какие фотографии оценивали, какую оценку поставили Ну, а потом жизнь в соцсетях затягивает настолько, что, ну, как минимум, начинает идти параллельно с настоящей реальной жизнью Уверен, этим вечером нам будет о чем поговорить И я думаю, что вы тоже с интересом присоединитесь к нашей беседе Звоните к нам в студию, мы работаем, как всегда, в прямом эфире Номер телефона на ваших экранах Ну и, конечно же, оставляйте ваши сообщения, комментарии к нам в нашем Viber и в нашей группе ВКонтакте У нас сегодня много интересных гостей Мы в прямом эфире Мы начинаем! Люди, живущие в сети, тема сегодняшнего разговора, тема этого доброго вечера А поговорить об этом и не только Сегодня пришли ко мне в гости Приготовьте ваши ладошки Искупаем еще раз в аплодисментах очаровательной Ирэн Рейн Также у нас сегодня в гостях психолог Ольга Санатова Руководитель народного коллектива «Прометей» Лидия Деловая Певец, продюсер, композитор Дэн Буфа Инстаблогер Глеб Кацуба Ну и, конечно же, друзья, я не могу оставить вас сегодня без приза А приз у нас сегодня очень даже замечательный Приглашение на двоих в музей истории, печати и фотографии Гомельщин музей фотографий Недавно открылась там новая экспозиция Всем рекомендую посетить Но кому-то этот пригласительный билет на двух человек Сегодня достанется просто так Ну, не просто так, а за то, если вы правильно ответите на вопрос И, вы знаете, все это, то, что происходит в социальных сетях Безусловно, здорово и хорошо Но очень часто в соцсети попадают и улицы нашего любимого города Так вот, собственно говоря, про городские улицы Я решил задать вам вопрос Вопрос будет следующий Слушайте внимательно В дореволюционной застройке на этой улице Преобладали деревянные одноэтажные дома усадебного типа Во дворе дома на пересечении с улицей Кузнечной Ныне это интернациональная Находилась подпольная типография Полесского комитета К улице примыкали парк Гомельского дворца Ныне это Гомельский дворцово-парковый ансамбль И Конная площадь, ныне центральный рынок А теперь, внимание, вопрос О какой же улице идет речь? Звоните к нам в студию, присоединитесь к нашему разговору И, ну, возможно, кто-то из вас Ну, прямо от сердца у меня Оторвет пригласительный билет на двух человек Музей фотографии Звоните Прогуляться по улицам это хорошо Посмотреться в сетях, наверное, для кого-то еще лучше Вот сколько раз мы заглядываем в день в социальные сети Вряд ли ответит даже самая точная статистика Попробуем приблизиться сегодня к этому ответу Сегодня у нас в гостях инстаблогер Глеб Кацуба Глеб, привет, еще раз Для тебя инстаграм это? Ну, это, в общем, ну, для меня именно основное Это рабочая платформа Потому что там публикуем Ну, как вы знаете, что брат выступает уже Вот, публикуем там всю информацию по поводу него И тем самым, как раз-таки, аудиторию подбираем То есть, ну, свою целевую То есть, получается так, что развесить афиши по городу Или где-то... Нет, это уже все, это уже устаревшее Это уже про вчерашний день, а... Именно инстаграм, то есть, да, именно как рабочая То есть, платформа, только инстаграм Сколько лет ты уже в этой сфере? Год Ты помнишь тот момент, когда впервые зарегистрировался в инстаграм? Я вот недавно с Украины приехал, вот, и зарегистрировался Год где-то как Да ладно? Да За год, если я не ошибаюсь, 34 тысячи подписчиков 33 33? 33, да А я, потому что до этого, то есть, занимался тоже организацией концертов Вот, и тем самым, как раз-таки, аудитория приходила людей В основном, тоже привлекалась, то есть, социальной сети и ВКонтакте Вот Вот, но, насколько я знаю, ты продолжаешь работать над тем, чтобы подписчиков становилось все больше и больше Да А что сегодня людей может привлечь в инстаграм на твой взгляд? Ну, лично у меня, то есть, это просто отрывки жизни То есть, вот, публикую, все, людям это нравится, подписываются, читают И обратная связь, опять же Как-то вот так вот Секрет, можешь открыть, что нужно сделать для того, чтобы подписчиков в соцсетях стало больше? Потому что, ну, как бы, если я правильно понимаю, этот момент на сегодняшний день очень-очень актуальный Ну, я же говорю, как, ну, вообще, очень много блогеров, то есть, инста, то есть, да, это, которые, как вы говорили, то есть, поют каверы Либо, там, какие-то видео снимают Но есть же просто, которые так же рассказывают о себе То есть, ну, я так не могу ничего рассказать Нужно, опять же, от себя все Дэн, для тебя соцсети это? Для меня соцсети это возможность как-то там, показать свое творчество Какие-то новые песни, разместить видеоклипы, афиши на какие-то концерты, мероприятия То есть, как некая тоже такая вот рекламная площадка именно для своего творчества, для своих проектов А вот, помнишь, с чего все началось? Вот, когда ты зарегистрировался в инстаграм, вообще в каких-то других соцсетях Какая это была первая фотография? Так уж, что прям первая фотография, ну, с какого-то отдыха, естественно, где-то откуда-то С моря, там, что-то такое Ну, зарегистрировался в соцсетях, в принципе, сразу с момента их появления Зарегистрированы везде, везде есть какие-то аккаунты По поводу инстаграм, ну, несколько лет, но тоже не могу вспомнить, какая была первая фотография Ну, тоже что-то такое Ну, наверное, у представителей мужской половины даже и не стоит спрашивать, какая фотография была первая Ир, ты, как девушка, наверное, этому уделяешь больше внимания Все-таки, какую фотографию первую выставить в своих социальных сетях? Когда я зарегистрировалась? Да Не помню Да ладно? Правда, потому что у меня получилась интересная ситуация два года назад То есть с момента регистрации инстаграма первого аккаунта Я не помню, что я выложила первое, честно тебе говорю Он работал, работал несколько лет, его взломали Мне пришлось пару лет назад завести новую страничку в инстаграм Ну, естественно, там я помню, потому что, как бы, те фотографии последние, которые были в том инстаграме Я немножко перекинула сюда и пошло и пошло Но это не была там самая-самая первая фотография, которую прямо вот я выложила, когда зарегистрировалась Поэтому не помню, честно А для тебя соцсети сегодня это? Соцсети сегодня это для меня конкретно Так как я певица, да, я, в принципе, это тоже как рабочая площадка для меня, это первое Ну и второе, я показываю свою жизнь То есть вот как личность, как блогер-человек Вот я есть Мой кот, мой дом, мой муж, мои дети То есть все как у всех Абсолютно да, все как у всех Естественно, если я выкладываю какие-то новые, то есть если я записал новые песни, проекты или какие-то презентации у меня Или где-то я участвую на съемках или что-то, естественно, тоже вылаживаю, то есть это все абсолютно нормально Вот, ну это моя такая жизнь, скажем так Вот смотрите, какая я красивая Друзья, я думаю, что сейчас самое время к разговору подключить психолога Ольгу Санатову Потому что все чаще и чаще наряду с тем, что соцсети развиваются очень стремительно Психологи то и дело бьют тревогу Хорошо ли это на самом деле? Оленька, рад тебя видеть, здравствуй, я тебе аплодисменты к тебе А ведь ты тоже есть в соцсетях Конечно, естественно, я как любой нормальный человек, ну имею склонность использовать их Они дополняют, украшают мою жизнь В принципе, это возможность, возможность показать, как живешь ты, что происходит в твоей жизни, какие яркие события И в то же время ознакомиться с этими же событиями, которые происходят в жизни твоих друзей, одноклассников, одногруппников Ну, которых разбросало по жизни уже по разным странам, городам и так далее И вот ты можешь ознакомиться, порадоваться за них Кто-то профессионально как-то состоялся, что-то интересное у него появилось Может за меня порадоваться, какие-то мои события, профессиональные, личные Это, конечно, возможность, в первую очередь возможность Потому что, согласитесь, что вот 4 тысячи, 100 тысяч у кого-то подписчиков Все-таки такое большое количество знакомых людей, ну ты не можешь охватить, организовать в своей жизни общение с ними реально А вот соцсети позволяют нам, ну так, листая ленту, ознакомиться Так, ну, посмотри, а так бы я и не узнал этого события Вот, ты знаешь, сразу меня немножко смутил один момент Ты говоришь, что у тебя, как у любого нормального человека То есть, если у человека сегодня отсутствуют какие-то соцсети, то он считается ненормальным Опять-таки, все субъективно Видишь, для меня это нормально И я, конечно, вижу, что, в принципе, для большинства людей это нормально Уже сейчас нормально Потому что, ну, от мала до велика, в прямом смысле слова Социальные сети захватили, ну, почти все, все возраста Вот действительно, соцсетям все возрасты покорны Все там, и небольшие, совершенно маленькие, подростки особенно, да, тяготеют Им это очень важно Вот жизнь виртуальная, существование в социальных сетях Порой, ну, вот о проблеме, когда мы говорим, да, это в первую очередь то, что существует подмена Подмена реальной жизни, да, виртуальной Потому что вот больше событий происходит там Вообще, если мы говорим, появляется момент, когда твоя жизнь виртуальная становится ярче, насыщенней По сравнению с твоей реальной жизнью А реальная жизнь блекнет и как-то, ну, не очень красиво смотрится по сравнению, да И сравнение не в пользу реальной жизни, это, конечно, не очень, не есть очень хорошо, это понятно И вообще, если мы говорим о зависимости, да, зависимости от киберотношений, от отношений виртуальных Тогда, конечно, мы говорим о постепенном вовлечении Потому что развиваются они постепенно Интернет захватывает, забирает социальную функцию жизни В принципе, общение происходит уже в чатах Игры день и ночь, групповые игры, не с реальными людьми А с людьми, которые существуют в социальных сетях какими-то никами Опять-таки, участие в каких-то там телеконференциях, вебинарах и так далее Они подменяют, они в конце концов могут подменить твою реальную жизнь, реальную семью, реальных друзей на виртуальную Ну и это, конечно, тоже не есть хорошо Почва для разговора есть и очень-очень-очень хорошая Все, что сегодня за этот небольшой спич мы от тебя услышали Я думаю, сегодня разложим по полочкам Но у нас есть телефонный звонок Алло Здравствуйте Здравствуйте, добрый вечер, Гомель Добрый вечер, давайте с вами знакомиться Как вас зовут, откуда вы нам звоните? Меня зовут Тамара, я живу в Гомеле И смею предположить ответ на ваш вопрос Ну подождите, 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 подождите Давайте я вам сначала задам несколько вопросов Алло, 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 вы меня слышите? Слышу Тамара, скажите, а вы пользуетесь социальными сетями? Вы знаете, нет У меня девиз, знаете, как сказал кто-то из великих Самая хорошая новость – это отсутствие новостей Поэтому я стараюсь в это не влезать То есть вы нигде даже не зарегистрированы Не хочу, она меня нагружает Не в Facebook Нет Ну, вообще, хотелось бы узнать ваше мнение Как вы относитесь к соцсетям? Хорошо это, плохо? В чем польза? Есть и положительная сторона, и большая отрицательная Поэтому к этому нужно относиться очень осторожно И фильтровать, фильтровать, фильтровать Спасибо вам большое за советы Эти аплодисменты вам Ну, а теперь вернемся же все-таки к основной цели вашего звонка Все-таки вы попытаетесь забрать у меня пригласительный билет в музей фотографий в Гомельске Да я правильно ответила, да? Подождите, я еще не услышал ваш ответ Повторить вам вопрос Повторяйте В дореволюционной застройке на этой улице преобладали одноэтажные дома усадебного типа Во дворе дома на пересечении по улице Кузнечной, ныне это интернациональная Находилась подпольная типография Полесского комитета К улице примыкал парк Гомельского дворца, ныне это дворцово-парковый ансамбль и конная площадь Ныне это центральный рынок О какой же улице идет речь? Идет речь, по моему мнению, о проспекте Ленина А была она когда-то замковая? Эх, это был бы очень сильно очевидный ответ Но нет, Тамара, это не проспект Ленина Поэтому, увы и ах, эти аплодисменты в качестве бонуса достаются вам Ну а билет пока остается у меня И я очень надеюсь, что, возможно, кому-то сегодня этот билет достанется Вы знаете, друзья, я бы хотел, конечно, в этой студии видеть еще одну барышню Которая популярна не только в соцсетях, но и в реальной жизни Это известная модель, актриса, фэшн-блогер, инстаблогер Таис Луценко Но по объективным причинам она не смогла сегодня прийти к нам в гости Так как уехала, как она сказала, к дальним берегам на очередные съемки Я попрошу наших редакторов связаться с Таис по телефону И как только она у нас появится на связи Мы обязательно сделаем это телефонное включение И узнаем, что же сама Таис думает по поводу того, что у нее, если не ошибаюсь, порядка 100 тысяч подписчиков Знакома ли она со всеми этими людьми И для чего же ей нужны все эти лайки и прочее, прочее, прочее Ир, вот у тебя без малого 4 тысячи Кто все эти люди? Ты с ними знакома? С кем-то, да, с кем-то визуально С кем-то вот именно из-за того, что появились какие-то соцсети Через кого-то кто-то на кого-то подписан, подписываются на меня И, то есть, они мне могут лайкать, могут не лайкать Могут что-то написать, могут что-то спросить И ты таким образом начинаешь общаться То есть, так вот, в целом, всю аудиторию целевую, которая у меня существует, я не знаю, прям отлично А кого-то да, кого-то нет Поэтому не все, даже те, кто подписан на меня, меня лайкают Как я не всех лайкаю, на кого я подписан, я там лайкаю, кого я знаю в основном Хорошо, то есть от тебя простой человек, который выставил свою фотографию в ленте, тоже может лайкай не дождаться Почему может? Если это в ленте высветилось Вот я зашла утром, я проснулась, пью кофе Я захожу в Инстаграм, и, значит, так, какая первая фотография в ленте там вышла Тому и повезло Я ее лайк пролистала, 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 там лайк, 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 дальше там я уже не долистала Мне подсказывает Таис Луценко, у нас на связи, давайте поприветствуем нашу красавицу аплодисментами Алло, Таис, здравствуй Алло, да, здравствуй, Саша Тосенька, тут в студии приветствую тебя не только Я, это программа Добрый вечер, Рогомель, прямой эфир на Беларусь 4 Здесь у нас Ирэн Рэн, здесь у нас Дэн Буфа, здесь у нас очень хорошая компания И эти аплодисменты, если ты их услышишь, конечно, то это тебе Таис, как дела? Отличные дела Я сейчас нахожусь на съемках в стране, о которой я не рассекречу Я проанонсировал, что ты сейчас находишься на дальних берегах Да, да, да Таис, сегодня мы обсуждаем такую тему Люди, живущие в сети Ты одна из немногих из нашего города, у кого огромное количество подписчиков Если не ошибаюсь, порядка 100 тысяч У меня к тебе в связи с этим несколько вопросов Во-первых, что ты делаешь в соцсетях? Для чего тебе жить в виртуальной жизнью? Ты знаешь, в соцсети всегда мне были интересны Очень-очень плохая связь Слышу плохо Мы тебя слышим прекрасно Да, здорово Алло Таис Продолжай Ну да, связь с дальними берегами оказалась не очень качественной Очень хочется надеяться, что те же самые интернеты Те же самые соцсети спасут наше сегодняшнее включение Наши редакторы также постараются сделать все возможное, чтобы связь с Таис продолжилась Друзья, вопрос такого характера Ну вот, Ир, ты говоришь, что начинаешь лайкать фотографии, смотреть за чьей-то жизнью Оля, вот тебе вопрос как к психологу А не получится ли так, что виртуальная жизнь, виртуальное пространство Они просто-напросто захлестнут жизнь реальную, в которой мы, собственно говоря, живем, просыпаемся, засыпаем Ну это может произойти только в одном случае Если реальная жизнь, как я уже говорила, будет блеклой и не насыщенной никакими событиями Событиями, которые являются основой Потому что должен быть определенный баланс В вопросе всегда есть ответ Жизнь в социальных сетях, виртуально, она дополняет, украшает, обогащает реальную жизнь Мы существуем в социальных сетях для того, чтобы отображать те события, которые происходят в нашей жизни Вот у нас произошло классное выступление, и мы рассказали об этом в социальности Мы родили ребенка, вышли замуж, произошла еще какая-то куча интересных событий И мы об этом поделились, именно об этих событиях мы поделились с миром Мы получили от кого-то приятные комментарии, поздравления Кто-то порадовался за меня Вообще я только позитивная, поэтому все порадовались за меня Все на всех порадовались Новость мне подсказывает, что все-таки с Дальними берегами у нас возобновилась связь Таис Луценко, Тосенька, как слышно? Да-да-да, на связи Так вот, продолжим нашу беседу Для чего ты живешь в социальных сетях? А, так, расскажу, из чего все началось? Да-да-да-да-да-да Сейчас, одну секундочку Я с самого раннего детства вела дневник Для меня это было всегда очень интересно, важно, увлекательно То есть, как все девочки в школе, ты вела дневник? Записывала туда ручкой или карандашом? Записывала, чем под руку попадется, писала рассказы, степи Увлекалась фотографией А потом был создан инстаграм У меня это была, знаешь, на форте И, собственно, от этого все началось В позе я стала зарабатывать на инстаграм деньги Даже так? Да, даже так Появились подписчики Появились люди, которые интересуются моей страницей Появились новые увлечения, новые знакомства В общем-то, сейчас я без инстаграма не представляю своей жизни абсолютно Скажи, а вот что тебе дают эти вот огромное количество Огромное, 100, там, больше 100 тысяч человек Которые следят за твоей жизнью Ну, на самом деле На самом деле Есть обратная связь Это главное, что отличает инстаграм от введения дневника Есть выинтересованная публика Есть такая функция, как покупка подписчиков Опять же, которая тоже дает движение страничке И когда одна страница находится в топе публикации Когда она востребована и интересна Ты можешь действительно делать хорошие деньги на инстаграм Тебе предлагают рекламу А ты получаешь за это какую-то финансовую благодарность Это интересно и здорово И, в общем-то, приносит действительно хорошие деньги Таис, огромное тебе спасибо за то, что в своем плотном графике На дальних берегах все-таки нашла возможность выйти с нами на связь Я и вся наша студия желаем тебе удачных съемок Ждем новые фотографии в твоем инстаграме Ну, и не только я, а все твои подписчики Ну, и, конечно же, с нетерпением жду Когда ты придешь сюда, ко мне в гости На добрый вечер, Гомель Удачи и до встречи Таису Сенкову вас с нами на прямой связи Ждем из береговой страны, которую она не рассекретила Кстати, составлен небольшой рейтинг популярности в инстаграм Согласно ему, лидирует по числу подписчиков Непосредственно сам инстаграм, 225 миллионов Вторую строчку занимает Селена Гомес, 125 миллионов Закрывает тройку лидеров певицы-актриса Ариана Гранде, 113 миллионов Ну, а далее, друзья, в программе поговорим о том Реально ли получать бонусы от лайков Всякой ли фотографии места в социальных сетях И насколько активно жизнью в соцсетях живут наши родители, бабушки, дедушки Обо всем этом сразу после рекламы Не переключайтесь Я искал тебя повсюду Разбивая тишину Я хотел и верить буду В то, что я тебя найду Собираю вновь осколки Жизни прожатай куски Я не знаю, как спастись мне От этой осенней тоски Я тебя найду Я тебя спасу Ты знаешь, что я одной тобой дышу Я к тебе приду Тихо обниму Ты моя Сотни километра В поисках тебя пройти Я смогу, я справлюсь Ты поверь и не грусти Сколько стоит нежность Я ответить не смогу Даже в буре снежной Я тебя найду Я тебя найду Я тебя спасу Ты знаешь, что я одной тобой дышу Я к тебе приду Тихо обниму Ты моя Я тебя найду Я тебя спасу Ты знаешь, что я одной тобой дышу Я к тебе приду Тихо обниму Ты моя Я тебя szczерковка Я тебя спасу Я тебя спасу Я тебя спасу Я тебя différent Yo тебя спасу Я тебя спасу Дэн Бупа сегодня у нас в гостях, в гостях у Доброго Вечера. Прекрасная песня, Дэн. Если я не ошибаюсь, эту песню я уже слышал, но немного в другом варианте. Да, эта песня была написана порядка 10 лет назад. Она тогда очень хорошо прошла в радиоэфире, в интернете очень популярно, очень много скачиваний было. И вот решил как бы ей дать вторую жизнь, несколько сделал более современную аранжировку. Вот она сейчас в таком виде, мне кажется, очень неплохо получается. Эти аплодисменты тебе, Дэн Торпинс. Ну вот все-таки продолжим про тему людей, живущих в сети. Но вот ты только упомянул о том, что эта площадка и для продвижения своего творчества. Но неужели самому неинтересно какие-то свои фоточки выставить и посмотреть, сколько же людей их оценит? Просто из своей реальной жизни, то, чем каждый день живешь, дышишь? Ну, наверное, может быть интересно. Но я не знаю, все-таки как-то я не на 100% такой вот житель сети. Если где-то что-то размещаю, это больше связано с творчеством, с какими-то интересными событиями, встречами с интересными людьми, интервью, выступления в каких-то интересных программах, вот как у тебя в гостях. В программе «Добрый вечер в доме». Глеб, насколько важны для тебя лайки? Все-таки уже завоевав такое количество тех людей, которые читают тебя, следят за твоим инстаграмм, за твоими соцсетями, нужно как-то и поддерживать этот интерес. Постоянно, ну, в хорошем смысле подливать масло в огонь. Если, например, в течение дня, в течение часа не будет лайков на твои страницы... Четыре дня уже не публикую ничего. И как? Нормально, как видите. Жизнь, здоровь, ничего не приключилось. Ир, можно тебе один небольшой провокационный вопрос? Можно. Скажи, а когда тебе будет гораздо больше лет, чем сейчас? Хорошо, правда, ценный вопрос. Гораздо больше лет, чем так-так-так. Ну, хорошо, с выходом на пенсию продолжишь вести все вот эти вот инстаграм-дела? Да, конечно. У меня же еще и поколение-то растет. Сын, то есть, естественно. Скоро его это ждет, и буду следить за его жизнью. Скажи, а родители твои в соцсетях есть? Нет. Почему? Ну, нет, моя мама есть, у нее нет в инстаграме. То есть, у нее даже обычный телефон, кнопочного образца, но не совсем старый. Мамы, они такие? Ну, мамы, да. Но одноклассники, фейсбук у нее, конечно, есть, да. Но она там особо не сидит долго, у нее только по делу, если кто-то не живет в этой стране, кому-то написать, с кем-то пообщаться. Не более того. Вот нашел одну интересную информацию, хотя, признаю честно, на инстаграм этой барышни я тоже подписан, и с удовольствием слежу за ее жизнью. Правду говорят, что инстаграму и соцсетям все возрасты покорны. Яркий пример тому Бадди Винкл. Ей 88 лет, живет она в Кентукки, она носит яркую одежду, стильные костюмы, экстравагантные наряды, и ко всему этому ведет свой инстаграм, на который подписаны, внимание, друзья, более трех миллионов человек. Давайте поаплодируем. Но это, конечно, все-таки меньше, чем у Бузовой. Вот. Сегодня у нас в гостях руководительница народного коллектива «Прометеи», талантливая Лидия Степановна Иловая. Лидия Степановна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а вот даже когда готовились мы к этому эфиру, по телефону мы общались крайне редко, в основном вся беседа шла у нас через... Фейсбук. Через Фейсбук. Вы присоединились к этому движению, к соцсетям, из-за того, что продиктовало время, или все-таки тоже решили изучить, как это работает? Во-первых, время, конечно, тоже продиктовало свое, но и любознательность взяла вверх раз. А потом и внуки, и дочки, все дети мои тоже общаются в сетях, и все решили обучить, чтобы бабушка не отставала. То есть это с их подачи они решили вас обучить? Нет, это, в общем-то, моя идея, но потом я к ним пристала, чтобы они помогли освоить Азы. И поэтому еще очень помогает работе, еще работа подтолкнула мне, когда все то, что мне нужно для работы, очень можно найти в интернете. В Беларуси постоянно и гастроли, и интервью, и съемки, и участие в каких-то проектах. С какой дальней точкой сейчас общаетесь в соцсетях? Ну, во-первых, вот у нас есть пример, даже такой небольшой, дружим с болгарами. Они нам прислали болгарскую песню, сейчас выучил коллектив. И вот буквально через несколько дней едем на фестиваль в Россию, в Великий Новгород. Там будет болгарская группа, мы будем с ними вместе. Давайте вот авансом эти аплодисменты всему вашему прекрасному коллективу. И вот эти аплодисменты пусть через Ефирное просторе передадутся в те концертные залы, чтобы знали наших. Ну, в общем-то, у нас есть немецкие друзья, мы с ними по скайпу общаемся, и они очень любят белорусские песни. Обязательно на репетиции просят, чтобы мы им спели. Почти всю репетицию мы включаем скайп, они слушают, а потом аплодисменты. То есть вы и со скайпом. Ну и скайп, в общем-то, легче, чтобы посмотрели, мы больше скайпом. Ну, я могу смело сделать выводы, что с компьютером и с соцсетями вы, в общем-то, уже на «ты». Ну, иногда бывает на «вы». Ну, вот с чем, например, в общении с компьютером, с соцсетями у вас возникают? Ну, у меня была проблема, когда я не могла включить... В общем, некоторые сайты не могла сама оформить, помогали вначале открыть. И потом безопасность не могла тоже сама ввести, поставить на сайт. Бывало такое, что ваши аккаунты, ваши соцсети взламывали? Да, один раз было. Один раз было. Это было у одноклассников, пришлось менять все по-новой. Стали от моего имени там тоже... Друзья стали присылать сообщения, что... Такие сообщения приходят, но это были не мои. Пришлось поменять тоже. Ну, в общем, сейчас есть скайп, фейсбук, одноклассники, а начиналось в кругу друзей. Ну, сейчас там уже почти не бываю, в общем-то, это не нужно ни по работе, ни с друзьями. Ну, вот мы тут уже обсудили, что вот у наших мам телефоны кнопочные, если выходить в соцсети, то это только через компьютер или через ноутбук. Вот признайтесь, вы каким образом выходите тоже? Или все-таки у вас смартфон, андроид или... Кнопочный телефон. Как сказал наш друг, митрополит Новгородский, в результате вы будете пользоваться только телефоном для работы. Вам лучше просто, мы с простыми работаем. А вот так ноутбук, маленький ноутбук или планшет. Не считали, сколько сейчас у вас подписчиков в фейсбук? По-моему, около двухсот. Я общаюсь в основном с теми, кто нужен по работе, кто знаком. А так, когда человеку это неинтересно, и мне неинтересно, зачем набирать. Ну, у меня другой взгляд. Зачем набирать кучу подписчиков, с которыми ты не общаешься, и которые тебе не нужны, и ты им неинтересен. Ну вот, скажите, еще лет 10 назад соцсети были не так развиты, и все какие-то деловые вопросы приходилось решать или по телефону, или по переписке. С появлением соцсетей решение каких-то творческих вопросов, каких-то административных. Насколько упростилось? Очень упростилось. Во-первых, это электронная почта и все сайты. Сообщаемся вот сейчас и по фестивалям, и с коллективами обмениваемся всей информацией. И вот к нам и голландский хор казачий приезжал. Все шло через Фейсбук, через Инстаграм. У меня нет, наши музыканты занимались. Вот поэтому все сейчас, вся жизнь деловая в сетях. Ну, у многих личная, но я считаю, что личную жизнь, может, не всегда надо выкладывать. Ну да, я тоже с этим согласен. Это немножко я. Один важный момент, который мы сегодня за это время должны обсудить. Лидия Степановна, вот знаете, тут еще иногда наблюдается такой момент в коллективах, когда все углубляются в свои смартфоны, в свои телефоны. Что-то там даже вот когда встреча, например, одноклассников, или встреча родственников, или даже семейное какое-то мероприятие. То все вот, ну, очень тяжело оторвать человека от его социальных сетей. У вас, Прометей, на репетициях тоже это наблюдается? Или все-таки вы ввели строгое табу? Нет, у нас работают. Строгое табу. Только занимаются тогда, когда свободное время. Но пользователей соцсетей в ваших коллективах? Много, почти половину. У нас пять коллективов, это больше ста человек, и половину из них владеют интернетом. Некоторые пошли на курсы. Есть, вот, курсы были специальные для пенсионеров. Прошли эти курсы и владеют, ну, более-менее. Ну, я до курса не дошла, мне пришлось методом ошибок и проб изучать. Вот такой момент тут еще наблюдается, и о нем бы я тоже хотел поговорить, что вот многие из наших родителей, мало того, что с кнопочными телефонами, и так интернетом, какими-то вот этими вот модными штуками, соцсетью, или вообще отказываются изучать, или это с таким скрипом, с таким боем идет, что, ну, вот просто заставляешь родителей научиться пользоваться тем же Фейсбуком, тем же компьютером, тем же Скайпом. Что вы им порекомендуете? Ну, грубо говоря, часто отмахиваются. Не сидеть, как молодежь сидит сутками. Я прихожу домой тоже, и внуки сидят, и дети все сидят, как рассказали с телефона. Не сидеть. Только определенное время, там, ну, час-два поработал. Ну, во-первых, это укрепляет память для такого возраста. Это рекомендуют даже врачи заниматься. И дома многие сидят одни, это тоже. Они могут пообщаться с друзьями, выйти где-то. И будут не одни дома, будут уже. Многих наших бабушек, дедушек, пап и мам еще пугает такой момент, что, ах, если я вдруг что-то с компьютером или с соцсетью не то сделаю, не туда нажму. Вот признайтесь, у вас бывало такое, что... Ну, бывало, ну, что... Как справлялись? Выключаешь и по-новой. Проблема. Какое хорошее решение. Выключаешь и все. У нас, кстати, есть телефонный звонок еще. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый вам вечер. Давайте с вами знакомиться. Откуда вы к нам звоните? Машина. Алло, алло, алло. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Откуда звоните нам? Дима, зовут. Звоню из машины. Из машины. Ну, а машина где находится? На трассе. На трассе. Замечательный ответ, замечательное начало разговора. Итак, а вы пользуетесь соцсетью? Кем? Социальной сетью? Да, пользуюсь. Как часто? Очень. Сколько раз в день заглядываете, проверить, сколько у вас там лайков, комментариев? Раз в десять. Ух ты. Ну, наверное, это не так много. Вот у меня сразу вопрос. А в машине вы где нас, простите, смотрите? На телефоне. На телефоне. А по второму говорите. Ну, ладно. Давайте ближе к делу. Вопросик повторить? Да, да, да. Итак, слушайте внимательно. В дореволюционной застройке на этой улице преобладали деревянные одноэтажные дома усадебного типа. Во дворе дома на пересечении с улицей Кузнечной, ныне это интернациональная, находилась подпольная типография Полесского комитета. К улице примыкал парк Гомельского дворца, ныне дворцово-парковый ансамбль, и Конная площадь, ныне центральный рынок. О какой же улице идет речь? Не знаю, я думаю, что это улица Гагарина. Улица Гагарина. Вы слышите эти аплодисменты? Конечно, это улица Гагарина. А, следовательно, пригласительный билет, ну, все-таки я его отдаю вам, и эти аплодисменты вам придачу. Спасибо вам за ваш звонок. Оставайтесь на связи, наши редакторы запишут ваши координаты и расскажут, где и как вы заберете этот пригласительный билет. Жаль, но билет увели. Еще раз аплодисменты нашему зрителю. Так вот, друзья мои, в соцсети все это хорошо, но вот уже здесь не раз прозвучала мысль о том, что, скажем так, личную жизнь на показ выставлять с одной стороны хорошо, чем-то похвалиться, где-то даже по-хорошему похвастаться, но все-таки это личная жизнь. Вот где же рамки дозволенного? Что стоит отправлять в соцсеть, а что нет? Ирин, на твой взгляд. Ну, не знаю, я выставляю, в принципе, ну, я не утаиваю, например, там личную жизнь свою абсолютно. Были такие моменты, когда комментарии довольно-таки нелестные были, люди регистрировали какие-то, как говорят сейчас, там принято говорить, левые аккаунты и комментировали нецензурно. Там, допустим, вставляли комментарии у меня, у моего мужа будущего, вот, то есть, и, в принципе, обращались и в правоохранительные органы, чтобы они тоже помогли вы найти этих людей. Вот, ну, а с другой стороны, прятаться, ну, тоже не имеет смысла, то есть и пугаться их, и прятаться зачем? Я выставляю дальше, вся моя семья выставляет дальше, друзья выставляют дальше, а завистники, которые создают какие-то аккаунты и пытаются как-то осквернить там в комментариях или там оскорбить, ну, это их проблемы все, то есть, ну, ты не спрячешься. Ну, здесь, Оль, вот что ты скажешь на этот счет? Ну, я думаю, это личное дело каждого человека. Кто-то создает свои страницы только для того, чтобы выставлять и комментировать, и получать комментарии на свою профессиональную деятельность, а кто-то исключительно на личном, все касательно их личной жизни, а кто-то миксует, и получается такая интересная страница, где ты можешь смотреть и какие-то личные увлечения, да, хобби, какие-то семейные события, и в то же время можешь находить то, что вот связано с его профессиональной деятельностью. Вот я, например, приверженец такого вот миксового подхода, да, я не считаю нужным правильно скрывать что-то, собственно говоря, его, ну, мне действительно нечего скрывать. В хорошем смысле, я в таком хорошем положении, мне как-то вот приятно, да, и я думаю, что, ну, в большей или меньшей степени так у всех. Что-то, что они не хотят и не считают нужным делиться, ну, с миром, они оставляют для себя, где-то это прячется, где-то это, ну, как бы, или кого-то для очень близких совсем людей. Поэтому, ну, выбор за каждым. В конце концов, какие-то вещи, которые, ну, цензуры нету, поэтому, ну, тут мы каждый несем ответственность за тот контент, который вот... Ну, вот, пожалуйста, одно из сообщений у нас в нашем Инстаграм. Соцсети притупляют чувства и делают нас ленивыми. Раньше, чтобы пообщаться с кем-то, мы шли на улицу, гуляли, а сейчас, что парни зачастую боятся познакомиться с девушкой на улице, ищут потом в ВК, и идем не в том направлении. Подпись Павел. Спасибо вам, Павел, за ваш комментарий. Ну, вот, люди хотят живого общения. Кстати, еще один вопрос. Тут уже прозвучала мысль о том, что все от мала до велика сейчас в соцсетях. Нередко родители позволяют и своим детям заводить страницу там в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграм. Ир, вот у твоего сына есть уже страница в соцсетях? Да, есть. Я ему изначально завела, чтобы он хотя бы научился писать, как бы грамотно писать. И насколько ты ведешь родительский контроль за всем происходящим у него на странице? Ты не поверишь, Саша, ни на сколько, потому что моему сыну это абсолютно неинтересно. У него есть вайбер, на который он мне ответит очень, может, через час, через два, пока не позвонишь, сынок уже, и мама пишет, так мама пишет, на ответь, а ему как бы все равно. То есть, получается, жизнь в соцсетях мама взяла всю на себя? Да. Пока сыну неинтересно, ему 11 будет. Что будет дальше, не знаю, но пока он даже не такой прям социально зависимый или телефон, скажем так, еще ему нельзя сказать социально зависимый, телефонозависимый, там, или планшетозависимый. Он играет по часам, остальное время мы лучше почитаем, поиграем или сделаем уроки. Оль, а вот если серьезно, как совет родителям, с какого возраста ребенку стоит? Ну, вот у нас яркий пример, да, вот как раз Рен рассказала, как должно быть. В принципе, во-первых, родители должны нести ответственность, во-первых, они должны организовать так время ребенка, чтобы на общение в интернете, в социальных сетях было какое-то определенное количество времени. Вообще специалисты ограничивают всегда все экранное время, которое ребенок имеет в сутки, да, это и просмотр телевизора, определенным количеством часов. До пяти лет это один час, с пяти лет до десяти это два часа. Я немного не о том. Позволять жить в соцсетях, и все-таки родители не всегда могут проконтролировать, что происходит на страницах ребенка. Кто к нему заходит, с кем он там общается, кто комментирует, ставит лайки на его фотографиях. Контроль он должен или может осуществлять, об этом сейчас речь. Во-первых, он должен интересоваться, он не должен контролировать. Мы родители вообще ничего не должны контролировать, мы должны жить жизнью и должны интересоваться жизнью наших детей. И они должны интересоваться жизнью своих родителей, и это должна, вот это семья. А если каждый живет параллельно, мама своей жизнью, папа своей жизнью, дети своей жизнью, бабушки своей жизнью. Вот у нас сегодня Лидия прекрасный пример привела, респект вам и всем вашим детям, когда есть определенная связь. У нее есть интерес, она хочет интересоваться, она хочет иметь те же интересы, что у ее детей, у младших поколений. И помощь в этом была оказана. Вот это правильный пример. И тогда речь идет о каких-то партнерских отношениях, таких правильных, уважения, интересов, взаимопомощи. И вот так должна быть организована жизнь детей, ну и взрослых, а вообще в семье должно быть так. Вот скажу честно, мое отношение ко всем социальным сетям, да, я полностью согласен, что это все прекрасно, хорошо. И здорово. Но все-таки не покидает мысль о том, что этот весь электронный виртуальный мир в одночасье он может как-то взять и рухнуть. Ну вот легкие попытки это сделать, когда взламывают аккаунт и все, что было накоплено годами, все эти сотни тысяч, десятки тысяч, сотни тысяч лайков, они раз и рухнули. И все начинается с нуля. Глеб, ты бы расстроился, если бы, не дай бог, конечно, произошло это с твоей страницей. Все лайки, все подписчики куда-то исчезли. Что бы ты делал? Да ничего, на выпуск сдал бы все и продолжал бы дальше. Ир, ты бы расстроилась, если бы все лайки куда-то, ну... Да нет, не расстроилась. Слушайте, как здорово, что сегодня у нас, давайте поаплодируем этим позитивным людям, которые напрочь бы не расстроились, если бы лайки куда-то сами собой испарились. Новые бы накрутили, новые. Кстати, за рамками эфира расскажешь мне, как это делать, а пока что эти аплодисменты тебе. И все-таки хотелось бы под финал нашей программы услышать, ну, не то, что какой-то универсальный совет, но все-таки рассуждение каждого из вас. Как сделать так, чтобы реальная жизнь и виртуальная все же не мешали друг другу, а лучше, чтобы помогали и дополняли? Ир, что скажешь? Твой совет. Не мешали в жизни, но мне не мешает мой виртуальный мир в моей жизни, как бы, то есть у меня, ну, не пересекается, не знаю, как он может мешать. То, чтобы я залипла там в телефоне, и мне там дети кричали голодные, там, мама, хотим кушать, а ты там в Инстаграме, такого тоже нет. То есть есть приоритетные моменты, когда я свободна, я сижу там в Инстаграме, я сижу там в соцсетях других. Когда я занята, значит, я занята. То есть у меня образец для подражания. Нет, так и должно быть, потому что, когда делаешь уроки с ребенком, естественно, надо их делать, эти уроки. То есть я могу, конечно, залезть в соцсеть, когда он решает пример, подождать, пока решит правильно. Не решила правильно, перерешаем, но я сижу, мама должна сидеть рядом, хотя бы. Потому что так ничего не сдвинется с места. Ну, то есть я не говорю, что я пример прям для подражания такая мама, вот, но как-то личной жизни не должно это мешать. То есть если мой муж, например, сидит, работает в этих соцсетях, и ему надо работать, то, конечно, у него есть отдельное место, он сидит и работает, и его никто не трогает. Но это не значит, что мешает. Это часть его работы, так надо. То есть это доход, это часть работы. Все остальное, если бы просто так сидел и играл в танки, конечно, это бы мешало. То он просто так бы не сидел бы и не играл в танки. Ольга, что скажешь? Как сделать так, чтобы социальные сети не мешали, а наоборот, дополняли реальную жизнь? Главное помнить, что не мы для социальных сетей, а социальные сети для нас. И они, собственно, и призваны для того, и существуют для того, чтобы они мало то, что дополняли, а отражали те события, которые происходят в реальной жизни. Я говорю, поэтому наполняйте реальную жизнь событием, ходите в концерт, на концерты, ходите какие-то в кинотеатры, посещайте, общайтесь с друзьями, встречайтесь. И вместо того, чтобы смотреть футбол, да, как гоняет мяч, сами играете в футбол, волейбол и так далее. И тогда уже потом выставляете фотографии, ходите на интересные эфиры к Александру. Спасибо, Лидия Степановна. Что вы скажете? Просто каждый человек сам здраво должен к этому подходить. И определенное время какое-то, а не сидеть сутками, должен и нормальной жизнью жить, которая вокруг тебя, и какое-то время посвящать, но не все время. Здраво к этому относиться. Глеб, а тебя как от инстаблогера тоже интересно было бы услышать совет. Что делать, чтобы реальная и виртуальная жизнь дополняли друг друга? Я думаю, все в социальных сетях сидят в основном в свободное время. Днем погуляли, то есть вечером уже можно что-то выставлять. В инстаграм тот же. То есть вот так вот. Спасибо за твой совет, эти аплодисменты тебе, Дэн. Что скажешь? Мое мнение, если общение в соцсетях и вот эта вот интерактивная жизнь, она несет какую-то полезность, в принципе, для человека, тогда, мне кажется, не будет. Почему бы и нет? Почему бы и нет, да, это не будет никакого вреда. Если это используется просто как некая пустая трата времени и способ там развлечь себя, то, естественно, от этого пользы никакой нет. Это, естественно, будет приносить вред, потому что все-таки реальная жизнь, она намного интереснее, чем виртуальная. Спасибо. Спасибо. Вашу группу ВКонтакте программы «Добрый вечер». Смотрите нас в интернете, ну и, конечно же, пишите ваши комментарии, сообщайте, о чем бы хотели вы еще поговорить в прямом эфире на телеканале «Беларусь 4». Добрым вечером. Завтра, кстати, будет новый вечер, он обязательно будет добрым. Ну а сегодняшний вечер так, как у нас Ирэйн Райан сегодня в гостях. Ир, какой песней завершим? Крылья. Крылья. То есть куда-то улетим или будем окрыляться? Окрыляться, скажем так, на любви. Давай так, я тебя красиво представлю, мы тебе поаплодируем, а ты нам за это споешь. Давай. Друзья, этот прекрасный вечер, можете начинать аплодировать, завершает очаровательная, непревзойденная наша любимая Ирэн Рейн. Ваши бурные аплодисменты. Хочу забыть, хочу стереть из жизни серый эпизод. Почистить лишних сетях солнце, прочитать твой скрытый код. Пусть и меня я не предам, таких, как мы, ведь больше нет. На кнопку хаос, папки, спамы, улети на яркий свет. Я твои крылья за спиной, хочу, чтоб ты опять взлетел. Врастаю каменной горой, вдыхая ветер перемен. Мы улетим так далеко, где не найдут нас никогда. Выдыхая нежно за спиной, как дети верят в чудеса. Я вижу, как уходит страх, как набираешь высоту. В твоих доверчивых глазах рисаю боль и пустоту. Ведь ты такой же, как и я, и мне понять тебя легко. Уходит из-под ног земля, и мы взлетаем высоко. Я твои крылья за спиной, хочу, чтоб ты опять взлетел. Врастаю каменной горой, вдыхая ветер перемен. Мы улетим так далеко, где не найдут нас никогда. Выдыхая нежно за спиной, как дети верят в чудеса. Я твои крылья за спиной, хочу, чтоб ты опять взлетел. Врастаю каменной горой, вдыхая ветер перемен. Мы улетим так далеко, где не найдут нас никогда. Выдыхая нежно за спиной, как дети верят в чудеса. Как дети верят в чудеса. А где 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 дети верят в чудеса. Продолжение следует...